Как мы переделали семейную квартиру бюджетно в панельном доме. За советской стенкой обнаружили, что есть окно. Мне очень хотелось передать атмосферу бабушкиной квартиры. Про расстановку мебели. Она здесь, опять же, сделана по фэн-шуй. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Рада вас видеть. Заходите. Меня зовут Алина. Я дизайнер интерьеров и хомстейджер. Люблю пить чай, веду блог и изучаю фэн-шуй. И обожаю интерьеры. В этом выпуске расскажу, как мы переделали семейную квартиру бюджетно в панельном доме. А еще в этой квартире оказалось еще одно окно. О нем мы расскажем позже. Расскажи, где мы находимся и что это за дом. Мы находимся в городе Жуковском. Это типовой дом, панелька, 1987 года постройки, серия 1464. В доме 14 этажей. Высота потолков здесь 2,50. Здесь одна комната, 38 квадратов общая площадь. Это наша семейная квартира. Досталась по наследству. Ремонт делался для меня. Возможность будет брат с его семьей проживать. И в будущем квартира будет сдаваться. До этого ремонта здесь был просто уставший ремонт, который требовал обновления, чтобы было все чисто, красиво, функционально. А расскажи, что вы меняли. Меняли ли какую-то сантехнику, проводку? Переделали ли вы планировку? Учитывая ограниченный бюджет, проводку мы не меняли. Бюджет. Близ-дом не настолько старый. Было принято совместно с электриками решение, что проводку можно оставить. И единственное, добавляли розетки. Розеток добавляли очень много и меняли освещение. Бонус. Неожиданно и приятно. За советской стенкой, когда ее убрали, стали снимать обои, обнаружили, что есть окно и приняли решение его расшить. Теперь у нас в комнате два окна. А скажи, ты все время говоришь, бюджет ограниченный. Сколько был бюджет? Бюджет был миллион триста, сейчас по смете миллион двести пятьдесят. Это с учетом работ? Это с учетом работ, клинингов, доставок, техники, мебели и даже замены окон. То есть все под ключ? Да, все под ключ. Ты сказала, что увлекаешься фэн-шуем и применяла, видимо, здесь какие-то тоже его приемы. Расскажи поподробнее, что здесь было сделано с этой точки зрения? Да, все так. Это квартира по фэн-шуй. Дизайн-проект разрабатывался совместно с фэн-шуй-консультантом. Я сама изучаю фэн-шуй, но здесь еще обратился к более старшему коллеге. В квартире есть прихожая, санузел, ванная, основная комната и кухня, и балкон. Давай начнем с кухни, расскажи, что здесь было до, как она выглядела. Кухня по компоновке была точно такая же, ничего глобально не переносилось, она просто была очень-очень уставшей. Но при всем при этом планировка, где располагался холодильник, где была мойка и плита, было удобно. Плита в этом доме всегда была электрическая. Газа не было. Газа не было здесь. Давай по отделке, что здесь по отделочным материалам на стенах на полу. На стенах были обои, тут какая-то пленка совершенно потрясающая под дерево. На полу классический унылый линолеум. Стены крашеные. Крашеный даже фартук, это моющаяся краска. Потолок тоже просто шпаклеван и покрашен. И на полу во всей квартире одинаковый влагостойкий ламинат. Многое в квартире делали самостоятельно. Например, перекрашивали стены в некоторых помещениях. Еще отреставрировали советский шкаф и бабушкин комод. Вообще люблю заниматься ремонтом, организовывать хранение, подбирать мебель и в целом обустраивать пространство. Различные отделочные материалы и сантехнику, и даже бытовую технику покупала на Озон. Это качественный полотеносушитель, лаконичные смесители, мойка кухонная, варочная панель и духовка, и стиральная машина. Все с доставкой на дом прямо до двери. Кстати, с 17 по 30 апреля на Озон проходит все в дом распродажа. Будет множество товаров для ремонта дома и досуга на дача. Инструменты, сантехника, строительные и отделочные материалы и еще миллионы позиций со скидками до 80%. Вы точно найдете все, что нужно для простого и приятного обновления вашего пространства. Не пропустите выгодные предложения по ссылке в описании к видео. Ну и давай перейдем к кухонному гарнитуру. Расскажи, из чего он сделан. Это МДФ в пленке, столешница ЛДСП, посуда вся хранится. Вот здесь шкаф для масел и для вас. Необычно здесь, что попросила при монтаже поднять эту полку, чтобы сюда влезали крупногабаритные вещи. Иногда и стоит супервысокий, огромный термос, например. Здесь ящики для приборов. Тут хранится все, абсолютно все для готовки основное. Всякие крупы, каши. Ты все подписала? И внешняя секция. Здесь хранится посуда. Снимаем, называется, как есть. Вот оно хранится в таком виде. Мне главное, что оно влезает и крышка закрывается. Я называю мою квартиру. Стиль умеренный адекватный минимализм. Тут все, что не влезло туда. Я очень люблю рядом с функциональными зонами располагать крючки. То есть здесь духовка, которой я регулярно пользуюсь. И здесь же сразу к ней прихваточка на маленьком крючке. Храняя секция. Здесь контейнеры и всякие другие штуки для готовки. Тоже что-то, что не влезло. В принципе, сейчас видно, что кухня у меня полупустая. То есть самая функциональная зона, по факту получилось вот эта. Мне ее хватает. Давай перейдем к полкам. Почему решила сделать такое решение и почему нет вытяжки? Это мои любимые полки. Я обожаю это решение. Давно о нем мечтала. Я очень рада, что удалось воплотить его в действительность. Это обычный ЛДСП, но двойной. Поэтому они смотрятся так надежно и добротно. Я люблю заваривать чай, устраиваю друзьям чайной церемонии. Здесь стоит чайная утварь. Мне видится, что очень классно, когда больше солнечного света попадают. Потому что шкафы, они больше бы выступали и меньше было бы света. Для меня это очень большой плюс. И когда народ приходит, говорит, о, какой-то метраж кухни. А кухня меньше 8 метров. При этом мне видится, она ощущается довольно просторной. Ничего не давят. По моему опыту, когда ешь здоровую еду, то у тебя вся готовка, она очень вкусная. И даже если распространяются ароматы, они вкусные. Если я жарю баклажан, какую-то замечательную индийскую зажарку делаю, и вхожу в квартиру и чувствую этот аромат, он только доставляет мне радость. Поэтому вытяжка в угоду этому решению решили просто ее не ставить. То есть ты намного больше хотела полочки, нежели чем вытяжка? Да, для меня это было очень важно. И плюс мой опыт переездов. У меня было 7 переездов. И большая часть квартир там не было вытяжки. Просто так складывалось. Я поняла, что без нее спокойно можно жить. При том, что я и мясо жарила, и много чего жарила. Никаких проблем не было. Я не очень довольна столешницей. Но это был просто вопрос бюджета. Чуть-чуть бы выше бюджет, я бы, конечно, делала хотя бы из искусственного камня. Для чего? Чтобы сделать всю технику максимально встроенной и сделать мойку подстольного монтажа. То есть сейчас в кухне полгода, и я довольно аккуратная. Но уже видно, что здесь крошки. Со временем это все будет хуже и хуже. Плюс от некоторых заказчиков я слышала, что когда руки влажные, когда моешь посуду, даже порезаться можно на край. Моя мама режется. Да? Да. Я тоже шок. Я не режусь, но она, наверное, покрупнее. Но я брала другую ей мойку. Может быть, она у нее менее отполирована. А это только касается мойка из нержавеющей стали? Или всех? Из нержавеющей, прежде всего. Потому что край может быть железнодорожен. Это будет какой-то искусственный камень. Но хотя бы все очень мягкое. Поэтому, если есть возможность, то лучше поднакопить, чуть-чуть подождать и взять подстольного монтажа. Тогда вся уборка делается одним движением. Не нужно ничего ниоткуда выскребать. Это, правда, очень-очень удобно. Из моментов, которые нравятся. Очень удачная раковина. По размеру. 45 на 40. Это комфортный размер. То есть для небольшой кухни все влезает, а при этом она не занимает слишком много места. И второй момент, впервые применила такое решение эксперимента ради. Ну, на ком экспериментировать, как не на мне, любимой. Очень комфортно получилось. Здесь средство для мытья посуды. Но встроено. Прямо вот так сверху заливается. В целом, я большое внимание по всей квартире уделила освещению. И мне очень нравится, особенно, как это получилось на кухне. Плюс есть подсветка встроенная. Что из любопытного? Во-первых, очень удобно получилось, что включатель именно здесь. Его можно установить куда угодно. И удобно, что ты заходишь в кухню. Ты сразу можешь включить этот свет. И верхним вообще не пользоваться. Затем, эта подсветка сделана не у стены. Нет эффекта какой-то люксовой кальянной, когда у тебя эффект парящей кухни. А подсветка как бы посередине. Расскажи, во сколько тебе обошлась кухня? Кухня обошлась только шкафы с подсветкой, со всеми полками, столешницей. Меньше 100 тысяч рублей, около 90. И суммарно со всей техникой это холодильник, это варочная панель, это полноразмерная духовка. 150. Смеситель, мойка сюда же. Давай поговорим про фартук. Потому что мы неоднократно видели такие решения. И они всегда вызывают споры в комментариях. Сколько ты уже пользуешься этой кухней? И насколько это функциональное решение? Тяжело ли тебе убираться? Давай выключим свет только. Да. Благодарю. Зима сейчас глаза уже на лоб полезли от него. Не берусь говорить за всех, но для меня это функциональное решение. Конечно же, есть нюансы, что краска мощься, и отмывается действительно все. То есть проходил уже тест-драйв, когда все обрызгано карри, и забыл какое-то свекольное пятно, у меня отмывалось все. Кухне полгода. Это не первый объект, где я применяю такое решение. И в предыдущей квартире с таким же решением, где женщина готовит на большую семью больше года, там тоже все отмывается. Но жирные пятницы не отмыл сразу. То есть у них нет света, но есть это другая текстура, которая отличается от текстуры краски. Они действительно остаются. Если готовишь очень много, то есть полноценной хозяйке, мамочке трех ангелочков, конечно, я не буду рекомендовать это решение. Но для тех, кто готовит не очень много, либо имеет привычку сразу убираться, или же вас не смущает, что раз, скажем, в год вы будете самостоятельно обновлять, перекрашивать, да, просто обновлять, перекрашивать сверху, то это решение классное. Помимо функционала, мне просто еще очень нравится эстетика, что пространство маленькое, квартира небольшая, кухня сама маленькая. Мне очень нравится, когда нет дополнительных каких-то фактур, что все смотрится таким единым пространством. Поэтому я сделала такой выбор. Ну и экономия, бюджет. А расскажи вообще про цветовую палитру, да, почему ты выбрала именно такие цвета? Здесь такое все природное, зеленое. Фэн-шуй много внимания уделяет цвету, и некоторые функциональные зоны там доминируют брелленные стихии. Это санузел, стихия воды, и кухня, это стихия огня, потому что готовка. И считается, что для гармоничного поддержания стихии огня необходимо вводить стихии дерева. Здесь банально это зеленый цвет. Это, во-первых. Во-вторых, мне тоже просто очень нравится, поэтому здесь и рекомендации фэншу специалиста, и мое собственное внутреннее ощущение, они сошлись, поэтому кухня зеленая. Теперь хочу спросить тебя про пол, да, потому что ламинат на кухне это достаточно спорное решение во многом. Как тебе вот по прошествии полугода он себя как здесь ведет? Я очень довольна ламинатом по всей квартире, и на кухне в частности. Вода попадает, просто вода сразу вытирается. Я сторонник такого подхода, что когда мы говорим про практичность или непрактичность, попадает капля. Ну, допустим, у тебя плитка, ты же не будешь игнорировать ее неделю. Ты все равно, скорее всего, довольно быстро вытрешь. Я понимаю, что если большая семья, маленькие дети, домашние животные, то есть какой-то неконтролируемый процесс дома, действительно с этим труднее. Но квартира задумывалась для взрослых людей, для семьи, скорее всего, без детей, потому что квартира маленькая. И здесь это мне видится уместно, и по моему опыту все очень практично и комфортно получилось. Делали ли стяжку под ламинатом? Нет, стяжку не делали. Для экономии бюджета пошли по самому простому варианту. С одной стороны, нужно было убрать дичайший скрип пола по всей квартире, и поэтому предыдущий паркет частично выпиливался, чтобы не было вот этого трения между плашками. И вы туда клали куски фанеры? Именно, или сверху? Сверху клали фанеру, и потом и ламинат. Поэтому пол в квартире не идеальный, он по-прежнему моментом где-то поскрипывает, и если ставить стол, например, будет небольшое гуляние. Это был компромисс, на который мы в этом случае осознанно пошли. Особенно, когда поняли, что все-таки квартира будет сдаваться. Так, хорошо, давай поговорим про холодильник. Он отдельно стоящий, не стала придумывать какую-то устраиваемую историю. Холодильник отдельно стоящий, он всегда так стоял, и когда я работаю в этой серии домов, вот кухни такие, и получается такой выступ, что он практически идеальный для холодильника. Почему практически? Потому что изначально проем был отнесен чуть-чуть туда, буквально 5 сантиметров, и холодильник предательски выступает. Что сделали здесь? Нашла самый узкий холодильник из тех, что было возможно. Он 54 сантиметра глубиной, стандартные 60 скорее, и чуть-чуть смещали сюда проем. И поэтому смотрится, по-моему, нормально смотрится. В общем, я довольна этим решением. Это первый момент. И второй, не стали встраивать, просто чтобы было больше места, в любом случае, в эту нишу, как-то органично вписался. Что-то нужно было сюда, да. Да, единственное, перевешивали дверки. Но, надеюсь, ни для кого не секрестно, дверцы можно самим перевесить, чтобы не биться головой в дверь, например. Столовая зона. Очень ее люблю. Такая она уютная получилась. Мне очень хотелось передать атмосферу бабушкиной квартиры. Это трудно сделать, когда работаешь с функциональными зонами, потому что ограничен бюджетом и материалами, и какой-нибудь ЛДСП бездушный. Там все труднее. Здесь можно добавить текстиль, картины. Стол вмещает сейчас комфортно 3 человека и раскладывается до такого, что может уместиться 8 человек, если еще с той стороны сесть. Сейчас он 80 сантиметров в длину и 70 в ширину. Оптимально, комфортно, хорошо. Раскладывается до 120. Очень давно мечтала именно об этой модели стульев. Она так прилично стоит. Можно купить в перепродаже. Когда я нашла их за 3000 рублей, вот они все теперь стоят у меня. Даже не перебивали. А до каких годов? 60-х годов. Это модель Гера. Я очень рада, что мне удалось найти такие стулья. Супер бюджетно. И быстро привела их в порядок. Просто прошлась машинкой для снятия катышек. Вот эти стулья, это серия Лигна. Они очень недорогие. Их сейчас очень много. Очень просто такие приобрести. Мне нравится, как они выглядят. Обивка тоже не менялась. Вот в таком образе я их приобрела. Они совершенно замечательные. Но нюанс, что долго сидеть на них некомфортно. Поэтому можно обратить внимание, что для постоянного сидения здесь вот эти стулья, а этот гостевой. Для нелюбимых гостей, которые хотят, чтобы скорее ушли. Да, поэтому дорогие гости обычно садятся сюда. Хозяйка, которая суетится по кухне, оказывается здесь. Вот такие нюансы стоит учитывать. Хочу про ковер пару слов сказать. На самом деле, это решение пришло совершенно спонтанно. Я просто приезжала с другой квартиры, и он у меня был. Он был около спальни, такой уютный, такой спальный ковер. А в нынешней спальне он просто не вписался. Он просто пришелся сюда. Все. Я просто искала место, где положить его, и он осел здесь. Изначально я хотела вывести сюда люстром, светильник подвесить. Потом было принято решение все-таки оставить полноценное верхнее освещение. Я им не пользуюсь, но возможно, жильцы оценят и захотят еще потолок подсвечивать зачем-то. В общем, коллективным, семейным советом было принято такое решение. Но для меня сделала вот такую штуку. Поэтому здорово, что там изначально предусмотрела розетки, и это вообще удалось сделать. Потому что если бы я предусмотрела это заранее, я просто бы сделала вывод, повесила бы бра и провода бы здесь не было. Здесь был бы просто выключатель. Но так цветочки закрывают, все очень хорошо. Меняли ли вы здесь окна и подоконники? В кухне окна не меняли. Меняли только в комнате. Они были уже изначально стеклопакеты? Да, давно меняли. А батареи? Лет 10 назад. Батареи это меняли, выяснилось, что она протекает. Я обожаю текстиль. Это прям самая моя любимая доля любого ремонта, любого хомстейджинга. А у меня есть лайфхаки. Всем внимательно слушать. Берем простые шторы, заказываем самые дешевые, которые нравятся. У них нюансы, это будет видно в коридоре. Я там оставила, как было при покупке. У них ужасная шторная лента. То есть даже ткань может быть приятная. Мне очень нравится и тюль здесь, и ткань у штор. Но была ужасная лента, которая дает такую мерзкую, хаотичную сборку. Относим в ателье, перешиваем на нормальную шторную ленту. Здесь видно, что идет аккуратная довольно-таки сборка. За счет этого мы поднимаем длину, потому что потолки есть получается 2,50, и длина где-то 2,49. Такие не продаются, иначе они будут лежать с такой складкой. Расскажи, что у тебя там еще. Я вижу какой-то иероглиф. Это, видимо, от фэн-шуя. Да, там есть кое-что. Это единственная гармонизация с символом в данной квартире. То есть в других зонах я работала с цветом, а и с расстановкой мебели, то здесь это прям такой классический иероглиф. Я не буду вникать в подробности, потому что это очень личное, но он гармонизирует, можно сказать, семейные отношения. Назовем его так, потому что здесь сектор был поврежден и требовалась гармонизация. Как ты поняла, что он поврежден? Это все просто делаются расчеты. Ты получаешь плантовые квартиры, где расписан каждый сектор и особенность его энергия. И когда есть возможность, об этом в комнате мы будем говорить, просто кровать, рабочий стол, то есть зоны, где ты проводишь большую часть времени, ставится наиболее благоприятную энергию, а где она не очень благоприятная, а стараешься проводить меньше времени, б гармонизировать цветом и иногда символами. Как всегда, напоминаю вам, что у InMyRoom есть свой уютный телеграм-канал, в котором собраны очень интересные идеи для интерьеров, скидки акций от партнеров, а также анонсы выходов новых роликов. Ссылочку на него вы найдете в описании. Мы попали в основную комнату, которая является и спальня, и гостиная одновременно. Расскажи, как она выглядела до, меняли ли вы здесь что-то по планировке? Планировка, то есть перенос проем, перегородок, ничего такого не было. Здесь менялись функциональные зоны. Здесь была советская стенка, сервант классический, где стояли сервизы. Во всю эту стену, собственно, за этой стенкой было зашито окно, которое мы расшили. Теперь в комнате два окна, и много света. А расскажи, как оно было зашито, чем оно было зашито? Здесь была стенка, за ним обои, 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 фанера, за ней окно. Угу. Почему, интересно, так решили сделать? Вообще, в этом доме мы практически единственные, у кого сейчас это окно расшито. Причины две. Во-первых, хранение, это же однушка, и очень многие стараются заполнить все имеющиеся пространство шкафами. Это, во-первых. А во-вторых, это то, что здесь рядом общий балкон, и не все хотели контактировать как-либо дополнительно со внешним миром. Но я на самом деле тоже сомневалась расшивать его, не расшивать. И этот балкон, честно скажу, меня тоже смущал поначалу, но все-таки сделали выбор в пользу окна, потому что там очень красивый вид, пускай это кусочек, но там река, поля, и это южная сторона, много света очень. Так что я на 100% довольна. А соседи не выходят на балкон, не беспокоят тебя? Соседи иногда выходят, но привыкли, они, видимо, привыкли, теперь знают, что здесь кто-то живет, и, во-первых, выходит гораздо реже, а, во-вторых, если выходит, то я обычно не вижу. То есть я слышу звук открывающийся двери общий, но я никого не вижу, потому что стол и мое рабочее место стоит так, что я смотрю только как бы вот этот красивый просвет, и с этой именно точке, где я сижу, там просто не видно балкона. Поэтому я сделала рулонные шторы, отсекает яркое, слепящее южное солнышко, и можно закрыться тоже от посторонних взоров. И, во-вторых, об этом тоже будет подробно рассказывать, текстиль. Эти шторы, при том, что супербюджетный ремонт, сделала на заказ, потому что искала именно такую ткань, которая с одной стороны полностью отсечет вид, но при этом сохранит свет, чтобы не было темно. И таким образом проблема была решена. Давай теперь пройдемся по отделочным материалам, да, и по цвету комнаты. Стены крашеные, как и во всей квартире. Потолок ненатяжной, тоже просто крашеный. Стены делали, я называю, косметическое выравнивание, то есть они не идеально ровные, но визуально выглядят приемлемо. Покрашенная моющейся краской на полу, как и во всей квартире, водостойкий ламинат. А теперь давай по зонам пройдемся, давай начнем со спальни зоны. Какая по ширине здесь кровать? Есть ли у нее хранение? Кровать 140 по ширине, хранения здесь нет. По фэн-шу считается не очень благоприятно, когда в кровати что-то хранится. Если уж так вышло, что прям это место необходимо задействовать, там должен быть идеальный порядок. Здесь просто хранение не делали. Единственное, жалею, что не сделала подъемный механизм, потому что мыть тогда было бы удобнее. Не надо очень сложные телодвижения совершать со шваброй. А тебе вообще хватает хранения в этой квартире? В этой квартире хранения хватает. Да. Две большие ниши с гардеробными системами мобильными в коридоре. Мы чуть попозже их посмотрим, да. Про расстановку мебели. Она здесь, опять же, сделана по фэн-шуй. И, во-первых, кровать стоит в благоприятном секторе, и она не должна попадать на такие особые линии, которые вытягивают энергию. То есть, человек во сне должен восстанавливаться. Здесь кровать стоит правильно. Мы подбирали для нее место. А как это понять? По расчетам высчитывается. Должен быть план БТИ, и компасные замеры делаются. Дальше квартира расчерчивается на восемь секторов, и самым образом высчитывается качество энергии. Дальше подбираются, где стоит мебель, то есть, где именно расположить кровать, рабочее место, если есть такая возможность. И дальше какие цвета задействовать. А скажи, а если вот нет возможности, например, сделать какой-то этот расчет, есть примерные какие-то зоны, как понимать, куда ставить кровать, типа там, головой на восток? Универсальные принципы, которые можно задействовать в абсолютно любом жилье, неважно фэн-шуй, не фэн-шуй, что кровать должна стоять у стены, то есть, изголовье не где-то в воздухе подвешено, а есть стена, и желательно, чтобы в этой стене не было окна и двери, то есть, полноценная стена. Также здесь, хотя места мало, и, казалось бы, можно задвинуть кровать в угол, по обеим сторонам есть проход. Это про уважение партнеров друг к другу, что даже если еще нет в семье, по крайней мере, ты предполагаешь, что твоя жизнь так вообще может быть, и эта кровать могла бы быть вполне семейной. Вот. В идеале здесь должны быть две тумбочки, пока что она одна, но два светильника, асимметричные полноценные проходы, это прям тоже фэн-шуй об этом говорит, что это важно. Теперь давай, наверное, про шкаф. Это, наверное, еще то, что осталось здесь с предыдущего ремонта, правильно? Про шкаф, на самом деле, действительно интересная такая любопытная история. Нет, здесь шкафа такого не было. Здесь, опять же, по фэн-шуй необходим был именно вот такой цвет, иначе бы я поставила просто что-то белое икеевское, честно говоря. Но он отлично вписался. Да, мне он очень нравится, и он как-то задал прям тон всей этой комнате, может быть, даже всему интерьеру, и с ним вообще любопытно, что он, получается, переезжал пять раз, то есть спускался по лестнице, поднимался, в тех домах не было лифта, и при крайнем переезде, когда он переезжал уже сюда непосредственно, его разбили, то есть выпала дверь, шкаф треснул, и мы его реставрировали. Самостоятельно? Вот, полировали, в ящиках заменили направляющие, чтобы они легко просто двигались, и поменяла ручки. А расскажи, во сколько тебе обошелся сам шкаф, и во сколько обошлась его реставрация? Сам шкаф я брала за шесть тысяч, плюс около трех тысяч была доставка, и реставрация вышла суммарно тысяч семь примерно. Это с полировкой, заменой ручек, с починкой дверцы, и с заменой направляющих у ящиков выдвижных. Давай теперь поговорим про остальную зону этой комнаты, которая, видимо, как гостиная себя позиционирует. Ну, скорее, я бы сказала, что она кабинет, здесь видно, что здесь нет полноценного дивана или прям такого места для гостей, но действительно, она же служит и гостиной. Здесь мое рабочее место с замечательным видом, и мне нравится работать вместе с друзьями, иногда ко мне приходит подруга, она работает здесь за ноутбуком, здесь я завариваю чай и подаю и мне, и ей чай. Когда много гостей, сидим на этом ковре и все декоративные подушки идут в ход, пьем чай, общаемся. Такая у нас импровизированная гостиная зона. Настоящая чайная церемония у вас. Настоящая чайная церемония. Скажи, вот за твоей спиной находится такой комод, это тоже, наверное, винтаж. А вот это прям винтаж, это винтаж нашен. Нашен? Это наш винтаж. Это бабушки с дедушкой комод. Он стоял ровно на этом месте и мы тоже решили его обновить. Где-то был подклеен шпон, ручки поменяли. Здесь, в этом доме есть мои картины. Моя картина в той зоне тоже китайская живопись. Я рисовала. Подобный стеллаж удобен тем, что его можно регулировать самостоятельно. Цветок растет и за полгода он уже несколько раз переезжала эта полка, чтобы его новые листики могли там вместиться. Ну и осталось у нас окно. Расскажи, в этой комнате менялись ли окна? В этой комнате окна менялись. Поставили стеклопакет и здесь видно, что поскольку вид здесь не супер красивый. Видно, что это балкон у тебя. Видно, что это еще балкон. Эта зона не расшторивается, потому что основной свет идет именно оттуда. И это тоже дополнительное место хранения. Здесь лежат у меня учебные материалы и многие интересуются, куда же положить поврик для того, чтобы зарядку делать. Он вполне может расположиться на окне. Здесь же также хитро скрыта сушилка для белья. Просто за трубой нашла она здесь ее место. И действительно, там есть балкон. Балкон классика. Не доделан. Когда буду съезжать, оттуда заберутся вещи. И сейчас он такой как склад постремонта. Здесь было так холодно. Мы доделали ремонт в холодное время года, что туда просто никто не заходил. Балкон не утеплен. Для экономии бюджета просто решили не менять окна, потому что вид здесь не очень. И, скорее всего, балкон будет применяться либо как зона хранения, либо, может быть, позже сделаем тюль. Ну, в общем, как-то будем глобально доводить до ума. А вы как-то меняли его отделку? Что-то делали? Да, мы его завагонили, покрыли его, отделали его вагонкой, покрасили потолок и постелили остатки ламината на балконе. Давай про освещение здесь поговорим. Я еще заметила, что остался старый выключатель. Да, он хорош. Мне очень нравится звук, который он издает. Совершенно чудесен. Ровно в том же месте ровно тот же выключатель. Про освещение. Здесь шесть источников света. Это верхний свет, он тусклый и, как можете догадаться, им практически я не пользуюсь. Это два светильника у кровати. Здесь этот аршер, который дает освещение достаточно для работы. Здесь же находится маленький светильник за шторой, который дает эффект солнечного света. Это первый светильник, который я включаю, когда просыпаюсь утром. И декоративная лампа, лучок, чесночок, совершенно чудесная, которая освещает этот угол, чтобы он не выпадал вечером, когда все освещено. Вот он переехал сюда. Подписывайтесь на все площадки, где есть MyRoom, потому что там действительно много классных и полезных советов для ваших ремонтов. Ну, а если же вы хотите нам показать свою красивую квартиру, то присылайте фотографии готового интерьера вот на эту почту, и, возможно, мы приедем именно к вам. хотела еще с тобой поговорить про дверь, которую ведет на кухню. Она тоже как будто бы из Советского Союза такая Даня ему, за что она со стеклом. Но это новодел. Давай про нее поподробнее немножечко поговорим. Мне очень хотелось сделать дверь прихожего именно с большим стеклом, потому что прихожая, она обычно такая темная, тусклая, и даже в солнечный день ты попадаешь в квартиру, как в какую-то коморку. Мне очень хотелось дать максимум света, и с такой дверью это удалось. То есть, с одной стороны, она приглушает и немножко скрывает то, что происходит внутри, с ней уютно, при этом дает свет. А тут до этого тоже была дверь со стеклом? Нет, здесь была какая-то дверь, типа, как в туалет или в ванну ставят. Но двери все меняли? Все двери в этой квартире меняли, да. Рядом с тобой место хранения. Расскажи поподробнее про него. Эта ниша уже была или вы ее дополнительно выстраивали? Это ниша из гипсокартона с картиной бабушки и дедушки, которая всегда висела здесь, подарили им их друзья. Она, здесь был типа шкаф такой, самодельный, но идея очень понравилась, поэтому решили просто ее оставить на более современном исполнении. Ну и демонтировали антресоль. Здесь была антресоль для экономии. И плюс, это оказалось в данном случае очень удобно. Сделали именно шторы, а не двери. Во-первых, это более бюджетный вариант. Во-вторых, здесь дверь в санузел, в ванну и нет конфликта дверей, потому что ничего не открывается на тебя. Это гардеробная система подвижная. Все секции можно поменять их местами самостоятельно. Здесь хранятся запасы еды внизу, пылесос, гладильная доска, творческие материалы, хосты, холсты, мольбер, чемоданы, вся несезонка и даже остатки ремонта, краски и даже белье, которое потом уходит в ванну, в стиралку. То есть там нет никакой корзины для белья, она все хранится здесь, если его удобно разделять на цветное, белое. А расскажи, сколько получился этот шкаф, ниша в глубину и в ширину? Глубина 50 и длина 110. Достаточно вместительный. Да. Я видела, у тебя там еще и пылесос располагается. Да, даже пылесос и гладильная доска. Если проследуем ближе, видно, что спроектировала я его таким образом, что справа есть свободное место. Я хочу там мастуку упала. Это как гляну. Я оставила место, чтобы вся разветка. А, это вертикальная фигня, да, влезла. Предусмотреть, когда проектируешь подобные системы, немножко места для негабаритных вещей, потому что конь швабра, вертикальный пылесос, гладильная доска, они как раз помещаются в этом небольшом блоке, где еще есть розетки и очень удобно наводить уборку. А розетку дополнительно там делали, соответственно? Да, да, да. По всей квартире очень много дополнительных новых розеток было сделано. Глобальная электрика в доме не менялась. В смысле, проводка, вопрос бюджета. Хотя сейчас я бы в старом доме скорее бы настаивала заказчикам все-таки менять проводку, потому что на кухне уже один раз выбивало пробки, когда вся техника была включена. То есть это вопрос даже это вопрос и безопасности, и комфорта. Удобства, да. Да, это такой неприятный нюанс вскрылся. Здесь ниша была, так я понимаю. Это ниша уже была, да. То есть видно, что это конструктивная здесь стена, ничего здесь не возводилось. Аналогично сделали здесь штору. и также здесь больше пространства свободного. С учетом, что верхней одежды супер длинной, ее не так много, видно, что для нее здесь предусмотрено место, а слева, чтобы место полезное не пропадало, там ящики, там хранятся все украшения, шапки, шарфы и обувь. Обувь здесь хранится вся, при том, что у нас сейчас гости, все туда еле-еле, но влезло. Здесь же хранится вся несезонная одежда, роутер, вся обувь и сумки. Там в глубине много крючков и все сумки, в которых мне немало, все хранится там. Здесь же очень удобно получилось. Крючки для ключей, зашел, сразу повесил, ложечка для обуви, все здесь. И здесь еще есть станция для отпаривания. Чем я люблю эти сетчатые системы? То, что они позволяют в любом месте, где себе удобно, повесить что угодно. Поэтому здесь на всякий случай всегда где-то раскиданы у меня крючки для зонта, для сумок гостей. И этот крючок конкретно, он для отпаривателя. Берет свободная вешалка из комнаты. И здесь лежит отпариватель, там же розетка, подключается, вешается вешалка и все отпаривается прямо здесь перед выходом из дома. Тоже получилось комфортно. Места мало, все вплотное, но зато каждый миллиметр задействован. Так, и по мебели здесь тоже какой-то винтаж. Да, наблюдается винтаж. Эту тумбочку купила давно для одной из предыдущих квартир. И это вообще была прикроватная тумбочка. Она просто вписалась сюда, как будто она всю жизнь ждала именно этого момента, прям миллиметр в миллиметр. оказалось очень функционально. Средства для чистки обуви, какие-то мелочи, которые перекочевывают из сумки в сумку, все уехало сюда. Плюс на ней можно сидеть. Сейчас у нас съемка, здесь стоит красивая фисташка, но обычно я сюда сажусь. Еще хочу прокомментировать эти крючки. Это оказалось удивительно функциональным решением, когда собираешь сумку, ты можешь повесить ее, сразу сюда закидывать вещи, не ставя ее на пол, и когда гости приходят, тоже здесь расположить. Это было спонтанное решение, потому что домофон по чертежам был вот здесь. Этот момент ускользнул из моего внимания. Я прихожу уже, квартира отделана, и вижу, что ось нарушена. Я была очень расстроена, смотрелось грязно, некрасиво, я понимала, что нужно как-то, требуется как-то отвлечь внимание от этого нюанса, и подобрала крючки, чтобы просто что-то такое еще происходило. В итоге оказалось очень удобно. девушки, которые любят украшения, но забывают их носить, потому что они осели где-то на полках, меня поймут, что перед выходом очень удобно собрать образ, все расположить здесь, и просто надеть, и пойти красивой. И по освещению здесь? По освещению я очень люблю круги, мне очень нравится такая лаконичная форма, и вот эти светильники здесь оказались. Этот светильник, я просто в него влюбилась, это винтаж. Честно скажу, здесь он мне не нравится, я бы меняла на один рожок, потому что здесь пара, два предмета, здесь два, меня немножко раздражает, поэтому я нахожусь в стадии принятия и смирения, и потом буду искать аналог этому светильнику здесь. Остались у нас туалет с ванной, наверное, из-за того, что это панелька, нельзя было ничего по конструктиву здесь менять, верно? Да, все так. Трубы меняли, только для того, чтобы не было засоров, до ремонта вода просто не проходила, даже зубы почистить здесь было невозможно. В остальном просто поменяли отделку. Ну, расскажи про отделку как раз. Я давно мечтала о том, чтобы ванна напоминала спа, я очень люблю принимать ванну с москвой солью, и для меня это про какую-то зеленую, прохладную историю. Нашла вот такую плитку российскую, очень ей довольна. Не стали выкладывать всю ванну, потому что, во-первых, вопрос бюджета, и, во-вторых, тоже подписчики мне писали, что тот, кто полностью выложил ванну зеленую, ты смотришься в зеркало, это будто Шрек. И мое решение сделать зону, когда ты видишь твое отражение в зеркале белое, оказалось очень удачным. То есть, лежишь в ванной, полностью зашториваешься, у тебя есть такой уютный спа-захуток. Вот так. Здесь из необычного сделано внутри освещение. Это спорное решение, и друзьям, которые приезжают ко мне в гости, остаются на ночь. Это, кажется, крайне неудобно. Честно скажу, что поначалу тоже долго не могла привыкнуть, но когда привыкаешь, понимаешь, что это самое комфортное решение, потому что ты можешь проиграть несколько сценариев, находясь в одном помещении. То есть, принял ванну без света, только с мягким освещением, и потом помыть голову, какие-то гигиенические дела доделать. Ты включаешь полный свет, не выходя из ванны, не пробегая мокрой дорожкой по ламинату, чего все очень боятся. Также здесь никаких нет полок для хранения. Это был мой такой принципиальный эксперимент. Полки были куплены, но не были повешены, потому что все уместилось в итоге под раковину. Это прям можно даже показать. Все очень просто скомпоновалось с самыми банальными простейшими контейнерами. Здесь хранится все. То есть, делаешь дела, достаешь и убираешь обратно. Демонтировали здесь полотенцесушитель. Здесь был водяной. За счет этого освободилось больше места здесь. Стала стандартная тумба на 60 и глубиной она получается где-то 45. То есть, не 60 такая большая. И при этом в ванной достаточно места и при ее маленьких габаритах она довольно просторно чувствуется. То есть, полотенцесушитель поставили электрически? поставили электрически полотенцесушитель. То есть, озон. Очень нравится. Здесь же разные крючки. Такие большие. Здесь можно много всего повесить. И много розеток. Розетки добавляли. По количеству прям угадали. Здесь спрятан фен. Для него такая подставочка сделана. Для девушек, которые каждый день укладывают челку. Тоже можно. Представить, как это удобно. Сюда поместилась стиральная машина. Да. В таких домах она всегда здесь стоит. То есть, ровно прям размер она влезает. Сюда же она и встала. Сколько он по метражу? Санузел крохотный. 1,7. А тут по ширине даже метра нет. Здесь самый обычный унитаз. Он был поставлен еще до того, как мы принимали решение будем продавать квартиру или оставлять вкладываться в ремонт. Честно говоря, я бы сейчас поставила унитаз получше. он шатается какой-то маленький я не очень довольна. Здесь мы скрыли коммуникации. Здесь же лечок все по-простому. Был сделан шкаф этот на заказ. Здесь все очень комфортно получилось. Он даже полупустой. Просто пускай будет. Вот это решение другой цвет пришло спонтанно. Я хотела, чтобы он сливался полностью стеной. Но даже здесь видно, что дверца от этого белого они отличаются. Он теплый, холодный. Получилось полное непопадание. Решили взять совершенно другой цвет. Он остался от покраски балкона. Погонку украсили. Поэтому получился зеленый и вот такой голубой. Здесь же для тех, кто любит всякие звуки в санузле. И стены под покраску. Стена просто крашена. Не стала заливать полностью помещение зеленым, чтобы какой-то интересности добавить и уютности, что мне видится оно сейчас выше. Мне довольна очень плиткой. Плитка просто супер неудачная. Она очень матовая, ее очень трудно мыть. Я вспоминаю, какая раньше была советская плитка. Такая глянцевая с цветочками. Мылась просто великолепно. С этой прям мучения. Одинаковая она и санузлей и ванной. Да, и это одинаково плохо. Какое-то тут активное чтение происходит. активное чтение. Книги стоят нетронутыми. Видно, что дежурное чтиво. Русско-немецкий разговорник периодически задействуется. Чтобы не забыть важные слова. Да, такие моменты бывают. Напоминаю вам, что у In My Room еще есть и подкасты. И вот недавно буквально мы записали новый подкаст про растения и подготовки к новому дачному сезону с Катей Кузнецовой, известной как SpottyKit. Поэтому мы оставим ссылочку на наш подкаст в описании к этому ролику, а вы не пропускайте, потому что там разные интересные темы. Вот и подошел к концу наш Room Tour. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Буду отвечать на все вопросы. Пока! Субтитры 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 Субтитры